здравствуйте дорогие мои телезрители милые любимые и мои подписчики на канале youtube уже не такие милые как я посмотрю да значит сегодняшняя тема короткая это перцы и баклажаны и какая особенность сейчас происходит с вашими растениями хочу вам помочь и судя по тому что вы мне пишите в комментариях с баклажанами и перцами происходит что-то странное ну посмотрите пожалуйста вот это мой баклажан вот как вы не ругаете мою рассаду а у меня она все равно лучше смотрите если у вас баклажан поднял листья вот так вот прям вот так вот это означает что у растения в почве не хватает фосфора это первый признак значит что вы делаете берете литровую банку горячей воды туда нужно насыпать столовую ложку золы размешать ее и дать постоять ей ну примерно сутки это будет вытяжка именно фосфора если нет золы сделайте то же самое с одной столовой ложкой этого господи боже мой суперпосфата любого одинарного двойного разницы нет количество фосфора будет одинаковое в данном случае значит литровая банка горячей воды либо столовая ложка золы либо столовая ложка суперфосфата если золы то мы не разбавляем то что получится и поливаем если суперфосфата то добавляем 9 литров воды очень концентрирована будет одна ложка на литр значит понятно да и поливаем баклажаны а теперь перейдем к перцам у перцев несколько иная история если у вас листья скручиваются вот таким образом и также поднимают вверх свои листики но скрученные это означает что вот здесь в почве перцам не хватает калия и уж будьте любезны купить гумат калия разбавить как там написано и полить ваши перцы или сульфат калия то есть там вместе с серой в составе все это будет и я хочу сказать что по времени мы снимаем конечно не каждый день да один раз в неделю но по времени к началу мая перец начал делиться появилась вилка и это нормально и до конца месяца мая а перца будут высажены и баклажаны не раньше этого времени у меня нет такой привычки мучить растения выпихивать их в холод где они не то что расти они там вообще с усидится существовать даже не могут и я всегда высаживаю к первому июня это нормальный срок но и те и другие будут высажены в парники а не в теплице где вон там тепло а вот тут на земле холодно не этот не тот они не выдержат такого обоим надо тепло баклажана надо сто раз теплее чем перцу но они оба должны быть на цвету вы же в сибири живете мои дорогие телезрители не упирайтесь пожалуйста ранние посадки просто вы вот эти вот мизерные пизерные стаканчики прекратите пикировать и держать до высадки там перца горшки должны быть примерно вот такие это я бы сказала чуть маловаты будет проблема как корни начнут осваивать почву до согласно проекции кроны того или другого так сразу они умные они будут брать все из своих листьев из своих цветов плодов и все будут сбрасывать за счет этого будут развивать корни вот я хочу вас предостеречь пожалуйста помните значит так листья вверх фосфора надо закрутились листья вверх калия надо это перец это баклажан значит сюда нужно кормить пока не даже не высажены чтобы было тепло надо вокруг вот так вот укрытие чтобы нагревалась и вот тут вот время циркулировало тепло они вон там вон тепло а вот тут около них холодно это главное вот этот любит воду как гортензия хоть каждый день это тоже очень сильно любят этому надо тепло не даже прекращающийся не зимой ой господи не ночью не днем у перца несколько другая особенность он лучше будет завязывать плоды когда короткий световой день почему я все время настаиваю на том чтобы вы посеяли его в январе да потому что если горшок у него нормального размера и он у вас к высадке завязал уже один-второй ярус плодиков они все вызреют короткий световой день до середины мая вы это-то понимать как-нибудь научитесь уже у этого другая задача плюс 22 ниже 20 он вам не завяжет плоды плюс 22 он весь будет у вас баклажанах запомнили но я надеюсь что да всего доброго вам и до свидания спасибо